Стримлю вроде бы здесь, если пропаду ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Ну что, на дайвере, кстати его переименовали, дайвер, а был водитель. Был водитель, теперь это все-таки снова дайвер. Давайте на водителя. На старте вы получаете гарпуновое ружье. Гарпунное ружье стоимость минус 100%. Типа моих бесплатно покупать будем? Плюс 200% к параметру крит урону с оружием класса точное. То есть гарпун, наверное, тоже точно, да? Модификация типа для крит удара усилена на 25%. Присоединяем к параметру регенерации УСС, каждые два параметра урон в ближнем бою. Враги получают на 300% больше урона в течение 3 секунд при попадании оружием вида урон в дальнем бою. Хм. Не понял пока. При этом урон в дальнем бою в минусе. То есть у него очень плохой урон в дальнем бою, но пушки в дальнем бою накладывают жесткий дебаф. А гарпун милишный? Или рейнджовый? Это, кстати, наверное, как милишка. Нет, дальний бой. Дальний бой по рейнджа. Но скеллицы от милишки. Плюс 2 к параметру урон в ближнем бою. Какой-то он... Такие персонажи все более перемудренные и перемудренные. Пока поймешь, что вообще происходит. Плюс 200 к параметру крит урону с оружием класса точное. То есть мы собираем только точные пушки. Это понятно? Понятно. Крит у нас усилен. Плюс 1 к параметру регент за каждые 2 параметра урон в ближнем бою. Окей, понятно. А что возьмем? А гарпун вроде как притягивает, да? Если он притягивает, то... Ну, клык, клык не. Клык от краш жизни скеллица. А что, коготь? Коготь тоже, кстати, точный. Коготь тоже точный. Можно кинжал вора взять. И скеллица. Так, гарпун. Синий со старта. Он рейнджовый. То есть гарпун замедляет, при этом еще и будет дебафить противников, чтобы они быстрее умирали, да? Но нам много гарпунов не надо. Но геймплей забавный. Как будто хук такой, подтягивающий скорпиона. Слишком много гарпунов, я думаю, набирать не стоит. Типа, 2-3. А где музыка? Музыка нет. Ёбаный. Нету звука. Сори. Теперь все будет. Подчинил. Так, нам получается, нужен урон в миле, да? Скорость атаки тоже файн. По идее. Урон в ближнем бою плюс 3 для крит удара. Шанс при сборе материала нанести случайному врагу 1 урон. Как будто можно погромче игру сделать, не? А, или это на этапе закупки, наверное. Да, но на этапе закупки более тихая. Ну, персонаж словно задизайнен так, что без гарпуна играть на нем будет очень больно. Потому что мобов, по идее, бафнуто хп сильно. И мы нивелируем этот баф тем, что притягиваем гарпуном. Предложение заколлабиться с Тиджоем. С Тиджоем? Мне нравится Тиджоем. Предложение заколлабиться с Тиджоем? Мне нравится Тиджоем. Но в какой игре мы с ним заколлабимся? Я не знаю, он же там играет в Лигу Легенд какую-нибудь. Вот играл бы он в Майнкрафт, ребята. Тогда это был бы коллаб века, конечно. Ой. Мне нравится, что в конце на него поворачивается Шейду Фиаш и стреляет из дробевика. Я думаю, что это довольно символично. Тогда это был бы коллаб века. Вентер Заганжен с Пугодом. Так сказать, с истоков, да? Так, скорость атаки. Ножичек. Едем дальше. Не знаешь, почему низкая задержка ломает Твич-загрузку? Да что-то серваки, серваки говна. Шанс появления пришельцев с добычей. А давай. Будем подтягивать их хуком и резать. Рип-водитель. Обиделся, да? А с Ти-Джием иначе не бывает. Вы либо дружите с Ти-Джием, либо вы его ненавидите. Обычный нейтралитет никто не держит с Ти-Джием. Блин, деревья тяжело ломать, потому что у них дебаф, походу, не накладывается. Привет, смотрел твои ролики, но никогда не был на стримах. Сижу тут какое-то время очень атмосферно. Спасибо. Рад, что нравится. Скорость атаки все продолжает выпадать и выпадать. Так, это имба, лимонад. Ножик выпал, я думаю, тоже берем. Критический Х5. Почему бы не взять ножик? Через хук будет удобно такспид поднять. Просто будешь быстро хукать и кромсать. Такспид вообще супер имбовый параметр в Братейта. Если кто не знал, друг. Я вот знал. Но не всегда знал. Ну, скажем, не всегда задумывался. Почему лимонад имба? Потому что от хилл с фруктов в целом имба. Я думаю, что я раньше довольно сильно недооценивал от хилл с фруктов. Но это биг. Скажу вам так. Потому что от хилл с фруктов Он на всех этапах игры Всегда хорош. И его прочее разогнать, чем кражу жизни и регенерацию УЗ. При этом от хилл с фруктов еще хорошо скиллится от удачи. Еще и добавили артефакт, который делает от хилл с фруктов как реген длительный. И можно типа набафать фрукт так хорошо, что он тебе за один фрукт по 6 хп хилит, по 7. Это очень жестко. Это очень жестко. Так, сергенчик еще один. Ну давай. Золочим счастливый талисман. Я думаю, можно в удачу выйти. Тем более у нас есть лимонадик, да. Удача в целом очень приятный, хороший стат. Я в последнее время через сбор даже особо не играю. В основном только через удачу. Мне она раньше меньше нравилась, потому что она менее понятна. Но как будто в этом и есть ее шарм. Ту-ру-ду-дун, 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 ту-ду-дун, ту-ду-дун. Еще скорость атаки, бля. У меня слишком много скорости атаки. Мне уже нужно флет-милли урон добрать. Ой, мне не хватает на это. Мне на это все не хватает. А еще почему-то гарпуны, кстати, вообще не выпадали. Ни одного. Ну и не надо. Тяжело-тяжело, дед. Надо хотя бы парочку гарпунов, но их нет у меня. Так, урон в ближнем бою. Это то, что нам надо. Плюс два регена. Бам. Привратничек. Кибершар. Бэнгер. 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 Вот бы сейчас не сдохнуть. Помидор. Ножик. Кинжал вора. Мне кажется, ножик пока никуда не входит. Если честно. Насчет пингвинов, я понял, что они очень приятные в Йорле. Это неверный вывод. Потому что в Йорле регенерация УЗ сама по себе плохая, как стат. Вот и думай. А в Лейте наоборот. Когда ты хорошо с основой болен, у тебя есть какие-нибудь сады. Деревья дополнительные. У тебя вполне такое бывает, что ты оверхилишься фруктами сильно. В начале, скажем так, это проще делать. Оверхилиться фруктами. Но от того, что проще это делать, не значит то, что это эффективно. То есть тебе в начале эреген не нужен как таковой. Мы немного компенсируем, наверное, скоростью атаки, конечно. Краж жизни плюс враги минус сбор. А давай. Удача 15. Клонение 9. Дальний сбор. Скорость урон. Кражи. Давай крит возьмем. Там уже, в принципе, сочный крит такой. Так. Очень много вкуснятины в магазине. Это по лочу. Это по лочу, по лочу. Эреген имбану. Без вложения в броню и клон. Умедленно относительно урона в игре. Там прикол просто в том, что в начале эреген разогнать сам по себе тяжело. Он мало где встречается в большом количестве. То есть вот есть грустный помидор, который... Какой-нибудь, да? Который дает дофига эрегена реально. Но это фиолетовая шмотка. Попробую в начале игры найти фиолетовую шмотку. Есть там фея, которая тоже фиолетового качества. Она тоже дает много эрегена, например. За левелапы эреген фиолетовый тоже много дает. Но это все подразумевает, что ты должен быть не в начале игры. Белые, синие предметы и серые плюс синие левелапы. Они, ну... Довольно мало дают эрегена. Скорость атаки по строек плюс 5 скорости. Ну, халява. У меня вообще мало здоровья. Но я возьму урон в ближнем бою, чтобы за сноуболиться. Хоп-хоп-хоп-хоп. Молоток. Хоп-хоп. Нам нужна электрозаточка. У нее больше урона, чем у кинжала вора. Синего. Спасибо, Окси Старвейшн. Спасибо большое. За бусты и бусты оформления. У нас одна броня. У нас мало хп, мало брони. Но биг урон, хороший сноубол. Но надо играть осторожно очень. Нарва, Янис. Название треков на моем сайте tg.net всегда есть. Ну, в 90% случаев давай так. Играет трек, нравится, что играет. Заходишь на сайт, смотришь тот трек, который играет прямо сейчас. Добавляешь к себе, кайфуешь. План надежный. Может, мало смотрел, поэтому и не понимал, что прикольного. Игруха Бэнгер. А я же обзор записывал на нее, дружище. Посмотри обзор на мейн-канале. Он, может быть, не по всем фронтам, конечно, уже актуален. Но он все еще гуд. Так, три брони надо брать. Гарпун, наконец-то, выпало. Давайте вместо одного сюрикена возьмем фиолетовый гарпун. Восстановление 0.5. 0.6. Окей. Окей. Карманная фабрика. Инженерия. Инженерия у нас какашки. Спасибо, Ашмедан. Спасибо, Аноним. Соберем. Возьмем. Немножко краж жизни. Почему нет? Хотя у нас и так довольно много всего. Нас реген 16. Берем фею. Мы больше никогда не задумываемся о краже жизни. Рукопашная. 304 урона. Это от чего? От скорости атаки, да? Бля, 34 урона так-то биг. Давай закрепим коготь. Вместо ножика. Пичка турели будет дебаф накладывать? С чего бы. Она же не гарпун. Окей, с двумя гарпунами как-то получше пошло, да? Мне нравится мой набор оружия, как будто он плюс-минус идеальный. Один скейл ножичек поменяем. Так, надо хп много. У меня где-то сейчас на 20 хп больше должно быть, я думаю. Потому что у нас дофигища регена. Есть краш жизни. Но, соответственно, нам нечего регенить. Мы выносим много материалов, но и много материалов остается на земле. Броня. Броня это прикольно, но хп надо. Удача 15. Ух, сука. Вкусная. Так, все, хп ищем. Спасибо. Коготь. Коготь идет папе в сумку. Прикольно, добавили то, что это работает на реген, да? Дополнительно. Регенерация УЗ 25. Вкуснотища. Медалька. Медалька тоже гуд. Еще один коготь. Еще один коготь. Бля, еще один коготь было бы прикольно взять, чтобы закрыть три уклонения. Но мне кажется, я без уклонения в этом забеге. Сюрикен тут не лишний. 15 тысяч урона Сюрикен надамажил. Делаем выводы. Еще один коготь. Бля, ну у ножа слишком биг урон. Я думаю то, что возможно я фиолетовый коготь потом заменю. Это берем. Поехали. Окей, окей. Если бы у нас где-то было 60 хп, я бы наверное прям в мобов заходил. Я думаю, кстати, зря я наверное прям качал от хил с фруктов в этом забеге конкретном. Потому что у нас очень много регенерации УЗ. И получается такой в некотором роде оверкил. У нас слишком много сустейна. И все еще нечего сустейнить. Понимаете? Вам это понятно, чатик? Вот как бы посмотрите, что на экране происходит из-за этого. Я чуть не умер. Дальность. Это даст реген. Плюс 3 максу З. Окей. Рол. ОЗ. Плюс к параметру максу З за каждую броню. Кальмарчик. Я какого уровня? Четырнадцатого. Где-то 6 регена он даст. Зачем мне еще больше регена? Я думаю не надо. Игральная кость. Вообще, в принципе, можно. У меня тем более нету... Урона как такового, да? Вот это, вот это. Рол. Мне нужно процентный урон тоже поскелить. Потому что у нас милишного урона 31. Это очень много. Нам нужно процентный урон. Чтоб всю эту флат-базу превратить во что-то вкусное. Есть вкусная летучая мышь, которая даст кражу жизни. Еще и даст один регена, да? Один же дает. Но не надо. Не, состояны и так очень много. Еще за роллем. Неплохая кислота есть, но денег нет. Еще реген. Четыре регена. Еще ролл. Бесплатная замена. Приманку под лодчем. Да и все, наверное. Две приманки? Почему две? Короче, даже сейчас не скорость атаки как таковая нужна. Реально процентный дэмэдж. И будет прям вкусно. Мне кажется, кулак на самом деле не отрабатывает. У него скорее всего еще и радиус атаки меньше, чем у ножей. Не говоря уже о серикене, очевидном фаворите по рейнже. Уклонение было бы приятно так-то. Может попробовать его вывести в плюс? Стихийный урон, минус два уклонения. Тогда мы это не берем. Так, ролл. Урон в ближнем бою, либо три брони. Давай урон в ближнем бою. Мне надо дамажить, снова болится. Семнадцать тысяч. Ну, кстати, нет. Кулак дамажит нормально. Хороший магазин был. Уклонение сбор. Давай будем уклонение пытаться компенсировать. За каждый отдельный предмет. То есть дубликаты не считаются, да? Вот это, вот это. Вот это ролл. Узет расходников. Вот это залочим. Четыре мили урона. Думаю, бессмысленно. Лимонад уже есть. Сколько у нас отхил? Потребляемое лечение опять. Ммм, балдеж монет. На сдачу можно взять. Ммм, балдеж, балдеж. Балдеж. Балдею. Обалденчик. Привет, тиджойчик. Здрава. Начал зарабатывать деньги. Решил поддержать тебя и поблагодарить. Спасибо тебе за творчество. Люблю твои видосы. Стримы и записи. Сижу, смотрю. И в этом криты по 800, по 900. По 1000. Удачи. Спасибо, но он банан огромный тебе за... Донатик такой приятный. Рад стараться. Рад, что вы смотрите. А то иначе зачем бы это все было, правильно? Было бы грустно, если бы никто не смотрел. Спасибо большое. Ну, кстати... Мы прям хорошо дамажим. На удивление. В чем прикол гарпунов? Ну, они подтягивают. На этом персонаже они наносят еще и 0 урона. Ну, а так они обычно еще и дамажат. Вообще они и замедлять должны в оригинале. Но здесь дебафают на получаемый урон противников. Мы тебя не оставим. Да все так говорят. А ты купи слона. Оружие больше не может быть улучшено или переработано. Бля, вкусный узел, но рано. 15% урона. 15% за это прям ультра биг. Так, приманка. Тихоходка. Это же купим. Одного гарпуна достаточно, чтобы накладывать эффект. Возможно, но до этого одного гарпуна не хватало. Он так-то в ауе это делает, но когда мобов слишком много становится, один не справляется. Потому что стрелять можно в разные части карты. Если бы выпала какая-то мега ультра гипер супер пушка, то можно было бы подумать о том, чтобы заменить один из гарпунов. Но думаю, как будто два это для меня сейчас оптимально. Возможно, с одним гарпуном и дополнительной офенсив пушкой я бы быстрее просто убивал подтянутые пачки и мне бы хватало одного. Тут непонятно. Потому что когда я был с одним, у меня были совсем другие статы, нежели сейчас. Но возможно, действительно. Возможно, стоит уже задуматься о том, чтобы один из гарпунов выкинуть нахрен. Так, урон в ближнем бою. Не, я возьму процентный урон, мне кажется. Не? Не. Урон в ближнем дает нам реген. Окей, not bad. Ну вот, например, фиолетовый ножик есть. Ножик ебать, как больно бьет. Давайте попробуем. Синий ножик дамажит не сильно, прям меньше, чем красный, ну вы поняли, да? Нет, я не понял, тише объясни, пожалуйста, заткнись нахуй. Так, лютня есть. А почему я лютню не рассмотрел? 75 урона так-то. Восстановление долгая пиздец. Да нет, я думаю, нам не нужна лютня. Хоть и прикольно выглядит. Блин, ну манит, манит немножко. Враги получают на 17% больше урона в течение 3 секунд. Враги получают на 300% больше урона в течение 3 секунд. Наверное, не надо, наверное, думаю, не надо. Минимальное время перезарядки между атаками 0.75. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Ну такое. Честно говоря. Ну, бля, 15% урона и 3 брони. Может быть и не такое, с учетом того, что мы добрали еще один ножик. Бля, я не знаю, цепь, сейдром. Интересный предмет, конечно. Но я бы себя не стал очень. У меня еще 6 волн. Я думаю, я могу из скорости атаки еще покачать. Жесть, чувак, кстати, замедлился люто. Мы очень вовремя скинули один из гарпунов, я думаю, прям на бусфайт. Это вышло случайно. Я, как обычно, никогда не трэчу, когда там бусфайт, когда его нет. Это нехорошая привычка, я бы вам не советовал так делать. Так, окей, босса вообще без проблем зарезали. Но мобов настакалось. Мобов настакалось, вроде как гарпун справляется. Опять же, да, залочить скорость атаки для гарпуна, но тоже не прикольно. Сейчас у него 0.57. Почти на треть медленнее бы он стал. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Так, что у нас? Ну, кстати, брони 10. Брони 10 так-то. Уклонения не хватает. Вот и все. Ваш максимальный УЗ будет ограничен его текущим значением. За 8 мили урона? Не-е-е. Хотя... Да-а-а-а. Пиздец, вы что, троллите меня? И тут же панда на 12 хп. Так, скорость атаки. Медлительное копье примитивное. Прикольное. Что за говно выпадает? Максу за плюс 3. Ну, вы решили, да, накидать мне вот этого вот... Говнеца. 67 хп на забег это нормально, только с условием, если мы докачаем уклонения. Наверное, нян-банан. Как-то нефортитно уклон с левелапа. Вообще, в принципе, нефортитно уклонение. А ой, а что это за обмазанный красными нитками был? Венами. Блин, жесть много появляется вот этих станций. Я не успеваю ломать их. Не хватает урона. Крит-удар. Шанс за крит захилиться. Это бенгер. Еще мили урон. Реген. Скорость. Сбор. Уклонение 12. Пошли нахуй. Урон от оружия дополнительно увеличивается на 20% от инженерии. Инженерия 0. Сюрикен. Так, что по урону? 27, 23, 33, 19, 19. Ага. Так, немножечко собираем. Можно было еще один сюрикен взять, кстати. В ближнем бою. Ну давай. Ты не замечаешь или заметил? Но игноришь, я тогда забью. Не заметил. Попробую кактус на бумаге. Офигенно смотрится же вместо гарпуна того же. Ну... Не совсем. Я думаю, хуже будет. Кактус это фулл мили пушка, а допустим у нас много мили урона. Окей. Да, он там иголки кидает, но иголок не сильно много. Гарпун в АОЕ притягивает. Мало того, что он притягивает, он еще и делает это в АОЕ дебаф. А кактус, скорее всего, сильно медленнее будет. И при этом тебе, чтобы его прокнуть, надо будет в мили подходить. Я думаю, что это, короче, опция. Но не уверен, что это прям гуд опция. Ну и, в принципе, он не выпадает, поэтому я попробовать ничего не могу. Здесь кинжал воры, объединив вот это. Это, в принципе, можно. Это, короче, интересная идея, но, я думаю, нет. Или, если выпадет кактус, то просто посмотреть на него. Золочить клевер. Шесть уклонений. Бля, дороговато, но мы можем вообще уклонения не находить больше нигде и никогда. Сделай ему зон погромче. Ты заебал, гигадвар. Сори. Ну ты вот просто любишь так писать, типа, сделай ему зон погромче. А мне не нравится это читать. Вот читай ее мне прям, ну вот не прикольно. Ты спрашиваешь, что такого? Я скажу, бля, даже не спрашивай. Ну ладно. Ну, бывает так, да. Буду знать. Знаешь, я себя в этот момент чувствую, как вот... Как будто ты в бар пришел и... Я там, не знаю, музыку играю. Своей джазовой бригадой. И ты такой, бля, сыграй мне, мурку. Вот, вот когда ты вот пишешь мне, сделаем ему зон погромче, каждый раз вот представляю себе так. Плюс здесь краж жизни. Плюс два к параметру урона. За каждый один параметр краж жизни. Вы получаете один урон, а каждый секунду. Давай. Урон от оружия дополнительно увеличивается на 10% от стихийного урона. Да. Так, скорость атаки 10. Уклонение 12, спасибо. Урон. Урон. Ролл. Еще один гарпун выпал. Почти 70 тысяч надамажил красный ножик. Ебануться. 10 крита за одну броню. У нас довольно хороший крит. Инженерия, бонусный опыт, дальность, цены. Ага, ага, ага. Это все говно. Понимаешь, что ты поиграешь в брататку с кем-нибудь в каупе? Уже играли. Батарейку сыграй. Реген 53. Красс жизни 15. Не так много. Честно говоря. А уклонение будет сегодня работать? Что я сейчас получил по щам так жестко? Привет, Иж. Хеллоу. Хеллоу. Привет. Всем привет. Хой. Хай. Хуй. А че рука кровавая этих охотку сбивает муга? Похуй. На данном этапе этих охотка не делает ничего. Учитывая, что я так или иначе захожу мобов. Ее вообще брать не стоило. Я сильный, но не очень. Блин, материалов очень много вынесли. Урон дальним бою уклонения. Давай. Максу Зен нам ничего не дает. 12 уклонения? Что это за роллы, блядь? Вы шутите? Опа. Огненный урон, который будет долго разгораться. Но ничего страшного. Шанс восстановить УЗ от обезьянки. Давай. Йоджик. Давай. Скорость ее немножко добрать. Можно. Ответ на удар. Гуд. На кибершар денег не хватает. Ну погнали. Я не знаю, можем проиграть. Если честно. А может и не можем. Блядь, уклонение! Почему уклонение не срабатывает, нахуй? Окей. Подсустенились кое-как. Гарпун, ебани босса. Мне надо дебафнуть его. Спасибо. Давай, режь, 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 режь. Найс. С-клэп, с-клэп. Потыкал в итоге твой лаз. Думаю, ты в курсе, что за тик. И что за ковер. Но мало ли, этносит. Слеев токен, чавен Юлрамос. Вдруг. А че, он такой жирный. Блядь, из кого-то умереть можно в этом углу. Че, наконец-то ты сдох. Это просто ужас какой-то. Че-то, бывает, второй босс такой толстый. 100 тысяч урона красный ножик. 87 тысяч коготь. Это люто. 8 тысяч даже гарпун нанес. Открыли Патрика. Выпадающий из дорогов материалы плюс 20%. Прикольно. Водитель с первой попытки получается. Поздравляю. Все так, но он сильный. Он сильно довольна. Он даже очень жестко сильный, я бы сказал. Разве сердце не полностью аннулирует колбасу? Почему полностью? Огонь разг... А, подожди, на 100% медленнее. Нет, при этом все равно дамажит. 12 тысяч урона колбаса надамажила. Вот это прикол. Знаешь, мастеров папец от Металлики. Нет, конечно, впервые слышу. Реально, кстати, написано на 100% разгорается медленнее, но при этом колбаса все равно дамажит. Аноним, спасибо большое за донат. Да, я знаю, кто такой Вил Рамос, который из Лорна Шор группы. Но Гипнозис, конкретно кавер, я вроде от него не слушал. Мне очень нравится от него кавер на Рейн. Вообще разъеб люто. Он там с ником Ноктюрналом фитанул. Очень крутая тема. Спасибо, мистер, за донат. Прикольные. Прикольные. Водитель, дайвер, Скорпион. Из Mortal Kombat. Вот так будет называться серия. Я бы на эту хуйню никогда в жизни не кликнул. Я бы на эту хуйню никогда в жизни не кликнул.